В эфире тут пишут. Я причем не специально не взял петлю, потому что потом иначе powerbank будет некогда всунуть. А если мы без микрофона сейчас, то у нас вообще не слышно? Да нормально, но телефон же слышно обычно, когда ты говоришь по громкой связи. Ну да. Так вот, короче, ну и мы. Нас загадали рекламу в Макдональдсе, да? Потом на Porsche отсюда поедем просто и всё. Я не знаю, есть такой человек или нет. Возможно, это просто, знаешь, маскот. Ну это маскот, потому что Рэй Крок же у них директор был. Сейчас я не знаю. Там просто что-то было за бесплатно, за 40 рублей. А нет, там сегодня всё бесплатно, потому что на рекламу. Да-да, там тосты, тосты за 40 рублей, стопудово. А-а-а, за 40 рублей, да. Может быть? Короче, пацаны, мне Рэй Крок и Рок Скала ещё. Оба. Ты можешь вот сюда, говоришь, здесь где-то микрофон. В смысле, блядь, не микрофон, а камера. Ты можешь глаза подписчикам посмотреть. Ноль зрителей. Так вот, короче. Ну, всё равно зависит. Останется так, как надо долго. Я говорю, что можете брать. Рекомендую вам. Уншич. Уншич. Облепиховый или малиновый? Я их имею оба. Или сейчас уже нет малинового? Я имею оба. Но, походу, малинового нет. Походу, придётся внутри и облепиховый. Облепиховый, видимо, на завтрак, малиновый на обед. Почему написано новинка? Кому вы дуете? Нет. Она уже год как новинка. Эй, эй, короче, похуй на меня. Что? По смс или глуполу? Ты мне сегодня тоже возьми облепиховый. Мы сегодня на корпоративные деньги Макдональдса едим, поэтому, как бы, да. А что ты пожираете взять? Пожираете? Я не знаю. Я в этом не разбираюсь. Мне, скорее всего, двойной фрэш просто взять и всё, потому что я ещё хавал дома. Двойной фрэш мы к майку? Да. Хотя мы, по идее, мы должны разбираться в этом сейчас. В смысле, мы всё полностью разбираемся. Вот такой? Да, да, да. Саня, ты тоже иди в один чек, чтобы нам всё это возместили потом. Да, он уже там, да. Ну, а я вот такой карточка пикнул. Да? Ну, ты не пикнул. Я ещё не пикнул. Ну, всё, так. Все, кто смотрит, вот без этого чека ничего бы не было. Ну, пожирайте. Ни Фуксии, ни Планетки, вообще ничего. Вот это отец основатель, его дизайн. Ноль зрителей, напоминаю. Ну, с учётом того, что банан в Братиславе ещё не спит. Ну, он никогда не спит. Ну, он, видимо, и не придёт, потому что... Ну, Саня, я тебе взял только фрэшен, байной. Яблепиховый пунш. Да. Всё правильно. Мы тоже будем галлепиховый пунш. Так, вы только не жмите пик, напиши, у нас за кошельком сходите, у меня там карточка корпоративная. Сейчас пойду. Испали. Минус касик. Рик Рокач нам оплатит или нет касик? Ну, а чё нет? Тогда оплатите нажимаю. Начали, говорит, готовить. У них... Слышал? Это в Аську пришло сообщение. Да. Я напоминаю, что была новость вчера, что старый протокол Аськи отключают, только нативный клиент теперь будет работать, а всякие кипы, миранды не будут. Потому что первую айпишку отключаем. Я просто думаю, чё у меня отключили-то его. Ха-ха. Крой не проделся, пользовался. Нам просто 51 он, 51. Крой у тебя, крой у тебя. Ну, бускай вещи тоже не засыхать. Приходить, красаваться. Чё мы? А чё у тебя там из ценного осталось? У меня с собой всё. Ну, всё. Ну, Саня, это там корпоративные деньги. Рик Рокач. Тучи семьяк, что ли? Снегирный. Отписывай. Блин, ну чё ж такое-то? У меня... Ну, здесь у тебя удалён, например? Блин. Отлично. Минус... Вестибуляк. Минус стрим. Минус восемь. Это даже прикольно, знаешь. На самом деле, чувакам стоять. Ну, может, кто не блеванул за завтрак? Ну, он должен... Ноль зрителей, напоминаю. Там кто не блеванул. Ноль зрителей. Ноль зрителей. Почему чувак в какой-то штуке? Он... Он просто второй этаж мыл. Напоминаю, там не открывают до десяти утра, потому что моют каждый раз в химзащите. Вот это он. А где ты с нами припарковался? Я там. Я тоже там. Там где... А, совсем внизу? Там где около прокуратуры. Ну, напротив театра. О-о-о-о. Не-не-не, я поближе еще. Ну, я еле нашел, на самом деле. Ну, вот там где я пролег, где Колумбыч был. В смысле, где этими торговали. У прокуратуры, напоминаю. Там где, короче, военный ходят. Там чая развесочная, короче, еще была. У меня еще одна из. У меня одна из. У меня, федеринская развесочная. У меня, короче, тут будет секунд, ребят. Ну, а про Айску просто рассказываешь. Сейчас я вам дам челка. Я сейчас сказал, что ты не по-ну. Вот, если с анимацией, это что-то, как можно быть естественной? В смысле, тоже должны быть естественной. И, ну, что это за милые звуки? Сразу хоп, хватает делать просто естественные звуки. Да, да. Просто, сколько это шутер, такой звук всех бесит. То есть, он говорит, просто, допустим, в Apple почте, в Apple, насколько это просто звук, когда что-нибудь улетает, и я там просто в миксере увидел. Он вроде сильно не напрягает. На самом деле в Apple почте этот звук еще что-то типа называется там, отправка просто. Да, как-то так. Но у него именно есть название, причем оно достаточно дебильное. Возможно, оно на русском нормально называется, но именно на... Потому что на английском. Точнее, на английском. На русском-то оно именно отстоит. Я зачем-то изменил звук прихода почты, такой же, как на смс-ку. Или смс-ку, да. Да, и у меня теперь, короче, каждый раз надо сменить снова. Хорошо. Я говорю, что мне там пришло? Ну? А там какая-нибудь звание. Да. Рассказываем про глупые события, то я когда был мелкий, то есть пару минут назад, видите, на винде, короче, поставил звук, и там при загрузке был кулька был. В смысле? На винде дансгейм. Я из контора, я из контора ставил. Нет. Я вам больше скажу, я именно говнарскую музыку ставил на включение, поэтому... Нет, я гол-гол-гол ставил, чтобы он нравился. В общем, самое такое было, когда у тебя голос начинает выйти, но у тебя мощный, он прогрузился, и у тебя просто дальше этот звук, и у тебя идет, и сидит, и у тебя будет всегда закончиться. Подожди, то есть ты ставил и на мощный тоже комп звук у кульки? То есть, возможно, недавно? Не, ну тогда ты просто наиграл на стрелы до грузицы, да. Не то, что он десятый, но он спешит. Один зритель, два зрителя. Я просто прямо отсюда из приложения YouTube нажал поделиться и скинул в канал его в дизайн и в чате. То есть, ты пользуешься вот этими поделищами? Да, я прямо из него выбрал телегу, и выбрал куда в телеге. Просто суть в том, что я тоже пользуюсь. Я вот из ВК, например, делюсь вам в телегу. Ну, да. Именно на... Я из Reddit тоже так делаю. В ВК они еще не очевидно это убрали, то ли в рупор, то ли наоборот куда-то там в стрелочку. В расшаривание, вообще в полное. Ну... Ты уже такое чувствуешь, что ты сейчас на стену тебя взяли? Да, 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 да. Ты еще снимать будешь? Я все буду снимать. Как ехать мы будем? Тихонько, сфер, 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 сфер. Спасибо. Спасибо. Нам что-то выращивают еще? Какой-то из предметов. Мне кажется, мой... Я всегда же беру вот... С яйцом? Хэшбраун. А, хэшбраун? Ну, с яйцом же ты тоже всегда берешь? С яйцом, хэшбраун. Ребята, яйцо выращивают. Мне кажется, яйцо супер хайперику капнули, и оно превратилось в меня. Саня, тебя спрашивают, когда ты в чат вернешься. Не знаю. Скоро. Он-то просто не знает, что он прям вот вообще полностью в кадре. У меня такое, поэтому глазка у меня почти такая. В общем, Кадыкова снимать только все это время. И его футболки без принтов, которые... Класс. 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 Кто такой? С нашим логотипчиком. Ну он как бы не наш. Ха-ха-ха. 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 Не убираете? Я к тому, что... Если вспоминать историю развития логотипчика... Да нет. Он уже переделанный. Он уже кастомнутый. Какие-то, чё, всё. И мы ещё мошонку убрали. Которые именно звёздочки вокруг. Ну и ещё. Да, конечно. Мы скруглили углы. Мы поменяли толщину. Всё, Никитка, я думаю, что ты крапаешься. Ха-ха. На самом деле, просто от того, что мы одну мошонку убрали, это уже наше стало. GPO, лицензия. А можно ли вот доиграться с нас? Если сейчас эта тётенька, которая родила этот блоготип изначально. С мошономом дяденька. По-моему, там тётенька, да? Я не знаю. Короче... И самая родила? Кто? Кто? Как она? Она такая просто ступережит, планета моя. Давайте сравним. Ну, скажем, ракетка наша. Я, как сейчас помню, назывался Infinity Icon Set. Да, да. Потому что это именно иконки. Тупо иконки. Даже не логотип. Ну, конечно. Я не знаю. Это доказывает, что всё норм. Что? Скорее всего, она просто и облепиху бывает. Я тоже. А Саня тоже облепиху будет пить? Да, да. И всё в том, всё в том. Её ещё сложно выпить. Её обычно на двоих разбивают. Потому что там много сладкого и так далее. Она не сладкая. Она там с кислотой. Да ладно, но я же пил её тоже. И маленятину. Возможно, пупер с маленятиной. Вот там какие-то пакеты уже с облепихой несут. Это кофе, на самом деле. Ну да. Хочу передать создателю логотипа тётенька, возможно, дяденька Сосадба. В смысле? Ну а как? Ведь она-то придумала это. Понимаешь, мы всего лишь... Мы как бы как кто? Я не знаю. Как фронт-энд юность. Художник. Ты знаешь, как Белл. То есть какой-то русский чувак придумал телефон. А мы как Белл усовершенствовали. Или мы... Как Попов и Маркони, которые радио пополам придумали. Я мамочку придумал опять же. Ильич. А мы как... Эдисон. Надоили, вижу. Мы надоили. Поэтому... Ну такое, о чём можно спать с тебя в чатик, да? Ну, конечно, тебя. Кого ещё? Банан, говорю. Чё меня-то? Я понимаю, что ты меня? Да, банан. Ну это, я думаю, наши. Да, это и так наши. Я же говорю, надоили. Сейчас пойду. Давай, Никита, иди. Короче... П� began. Нет в смысле? Узнал по трем сообщениям, их фанат и фанат. Ты что, плаваешь? Ты что, грек или кто-то? Я просто санк. Ну что, давай санк, там жирненький. Давайте расскажем, кто что взял, Саня, у тебя что? Я брекфаст ролик взял, а фреш взял. Брекфаст ролик что, яйцо? Яйцо, бекончик. Бекончик. Вы даже видели эту руку? Бекончик. Какой у тебя фреш? Ну как у тебя, двойной. Двойной фреш Макмаффи. У меня такой же. Где ваши женщины? Будем надеяться, спят. У меня моя уже не спит. Да, моя тоже уже не спит. Ну, возможно, спит. Да, у Никиты Хэшбраун и с яйцом. Двойной или одинарный? Двойной тоже. Ух ты, у нас монополия. Сейчас выиграем тачку в прямом эфире. Пошло, пошло. Я знаю, что... Пытаюсь одной рукой отодрать. Я знаю, что... Я знаю, что... Я знаю, что... Я знаю, что... Это вообще как звук. Нас слышно? Нормально? Или надо орать? Я знаю, что всегда, когда что-то мне тяжело делать, я представляю, что если это сделаем, мне 10 миллиардов долларов дадут. Вот. И я сейчас именно это представил. Ну... У меня, между прочим, Нагатинская, Болинский. Здесь у нас на подносах больше даже уже не написано, какие надо выигрывать. Потому что там именно... Вот когда эти улицы... Там та, которая по центру, это редкая. И вот если у меня сейчас именно редкая коричневая... Уже, знаешь, загораживать код, чтобы его никто не ввел. Норм картинка и звук можно хоть сейчас забирать промокод на Литрес. Это, между прочим... Это Данила? Я не знаю, может быть, это даже тот самый Данила, который инсталукач. Так что, Никита, выбирай выражение. Хороший пряд. Говно качества. Отлично. Тот самый... Какой? Который ты задизайнил, тот и заказали. Херово. Ага. Ну, ты-то и знал, что ты нас подставил, когда ты дизайнил. Скинул. Не в смуке. Не в смуке ценят его скину. Понимаешь? Не знал в чем, ты мне не сказал. Ну, ты же мог понимать, что типография. Ну, 150, это вообще гад. Простите. Не, ну, там нормально было чего. Там может быть 150, конечно. Аликс Позняков. Аликс Позняков. Это Бобер. Бобер тоже здесь. Он, возможно, с Рэева прямо пишет. Ты знаешь, что придумал? Как мы можем сейчас легко подписчиков нам нагнать? Да, конечно, разыграем бесплатное капючино. И все. Не знаю, вот такое, знаешь, что надо сделать. А подписывайтесь на меня, обязательно получится бесплатно. Не понял, а еще 150 было бы? У нас там размер? Там точек на дюйм. А что значит? Вот дерьмо, что основал 300. Два раза больше. Для магнитика 300 было. Да. Если тебя успокоит. Вот, это хорошо. Ну, я как бы ничего не говорю, наверное, нормально. Ты когда говоришь, что дерьмокасит, он уже этого дерьмокасит. Нет. Там, короче, сам по себе блеск. Ну, просто такая тряпка, которая в магнитике всего не знала. А, да. Я почему я тоже не трогал? Я просто на вид сани на веб. На веб-писание. Ну, она действительно примерно такая. Вот. И... Типа... Он что, вязатель будет? Правильно? Он же не будет вязать. Он же не вязаный, блядь. Я думаю, если ты ему подскажешь, где бланковые пледы нормального качества взять, он даже и возьмет на вооружение. Да не, блядь, мои проблемы. Разумеется, я ему иду. Эш подскажу, я сегодня загублю. Ха-ха-ха. Не помню, в Чемисках это есть место, где просто шьют бланковые футболки. Не где-то, а около зоопарка. Да, мы просто находились где-то. Я думаю, не где-то, а у Миши. Не, Миша их тоже заказывает. Миша искал, и он практически до этого не хочет. Они еще чуть-чуть. Да? Да. Например, он миллиардер. Да? Тручки. Да. Ну и у него как у КБ тогда бизнес скоро отжимать начнут, просто и все. Походу мы начнем. Не знаю почему. Мы пледы пришли, да? Вот такие вот. Банны. Ха-ха-ха. До конца. Там Мак-кафе у нас в зале. А тут Челябинск. Мак-кафе у нас в Мак-кафе у нас в Мак-кафе. А? Ну, где-то 10% заряда ушло. Так что, в принципе, пауэрбэнк даже не скоро понадобится. Угу. Так, стоп. Пауэрбэнк это, конечно, хорошо, но нужен же еще лайтнинг. У тебя, Никита, нет с собой зарядки? Ха-ха-ха. Нет. Ммм. 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 Смешно. Я купил это совсем походу. Все взял, это забыл. Я даже не был. Я даже пришел первый. Нет, вообще. Нет, капец. Ой, это я не ожидал. Я после 2,5 часа за такой встал. С наступающим нас поздравляют. Да, взаимно. Банан пишет, что у него все время после его ребрендинга не было Ника, а ему никто не сказал. Да как бы всем просто похрен. Что это за ребрендинг? Блин, он же не Банан теперь, а что? Не, он теперь... Да нет, он как бы Эдем теперь, во-первых. А во-вторых, у него там на аватарке какой-то Дэвид духовный. Эдем это рай, а духовный из рай, я надеюсь. Он, да. Трактор. Так и шляпится. Только не так, но... Просто трактор, который едет по пешеходной улице. Чем он их чистит? Он же не просто так ездит. Чем он их чистит? Ковш как? Да, ну все поднято, и ковш поднят, и щетка поднят. Ну, время отмывается. Вот именно. Время занимается. Думаешь, ему тяжелее было бы ехать с ковшом? Это значит. Я думаю, он бы всю плитку тут содрал просто и все. Да, да, да. У них автомат, как машинка, автомат стерильный, вот у них автомат набирайка. Надо чуть-чуть его поправить. Они, мне кажется, через крышку убирают. Такую узенькую. Это какая дерька. Не лабашка. Ну, я видел, как они крышки после этого ставят. Так что да. Тем более, что они это делают при всех. Можно пойти и посмотреть. Там чувак еще убирает. Здорово? Не стоило, говорят, снимать крышку. Чуваки, семь зрителей, ноль лайков. Это как вообще? Хорошо. Сами прошу, что не семь дизлайков. А тут дизлайки не показаны. Возможно, их как раз семь. Я в перископе. Что, реально? Нет, в ютубе. Один лайк. Я вот сейчас сейчас взял премию в ютубе. Когда человек взял ютуб премию, ставьте дизлайк. Мы ему их передадим. И короче, на самом деле, типа они там говорят, без рекламы. Но я сейчас уже настолько идем привык, в принципе, изначально к рекламе, на одну миллисекундочку. Уже три лайка. Ради этого стоило выходить. Ты что, лох? Ах, вероятно, ты на iOS. Кстати, на одну миллисекундочку прервалось. Все сейчас будут, у кого ютуб премия, думают, что просто реклама пропустилась. На самом деле, это я заблочил айфон случайно. У меня нет секундочки. Нет, так секундочка. Это садбл... Ладно, все, кто садблока будут думать, что это просто реклама. Смешно. Я вот не знаю, почему чуваки с утра не берут яйцовую хрень. Они берут какое-то говно. У Сани есть яйцовая хрень. Это Сани Гончаров просто не берет яйцо. Берут фреш какой-то. Хотя, по сути, фреш можно, не знаю, пожрать, ну, сборный солянку просто днем, а не в завтрак. Ну, там свинины нет, понимаешь? То есть тут как бы то же самое, что днем, так со свининой, а не с говядиной. Ну, это единственное. Ну, да. Единственное. Ладно, булка другая еще. Покажешь все другое? Там, понимаешь, там даже помидоры, возможно, другого, да, другого сорта. Утренние, озимые. Орозозимые. Орозозимые. Ммм, такой. Сколько тебе надо сказать? Короче, замечаю, что, возможно, у меня детей уже были. Я замечаю у детей с родителями, да? Условно им лет. Ну, допустим, 10 днем. Короче, днем. Ха-ха. Нормально. И, короче, дети супер, не то, чтобы не приспособлены, они именно, родители все делают. Когда в басике батя, чуваку, в свою сторону, он именно ему наставил душ. Тебе, тебе что, погорячее сделать? Не-не-не-не. Я стою думаю, твою мать, ты мне можешь тогда еще погорячее сделать? Это первое. Угу. Потом в майке я видел. Чувак там практически. А, во, я вспомнил. Чувак. Мужик. У нас уже два зрителя. Видимо, в истории про бассейн сразу. У него, короче, дочка. Видимо, дочка с подругой. И они сидят спиной к бате, а батя на терминале заказывает еду. Угу. Они уже что-то хавают. Он, видимо, что-то заказал. Он еще за догонки пошел. Короче, он практически вот таким жалобным голосом дончик, типа, тебе чего взять там? Войной чейсбургер. И она, не поворачиваясь к нему, она такая, да, вот так вот. Ей знаешь, Димаша, вся. Батя, короче, ты давай так и покупай охранник. Я просто к тому, что это. Да. Все уже не то поколение, он же знает. Согласен. Ну, я думаю, что это интересно в той же столе. Это NDA. Ну, ладно. Короче, когда был на скаллазании в этой. Зашел в переодевалочку мужскую. Какой-нибудь чувак заходит, мелкий с батей. И батя такой говорит, ну, ну, ладно, типа, бывает, там пусто, не дотерпел. Все дела. Давай, давай, давай. Пошли тогда. Вот все был мыс. Ну, как бы он с ним очень супер, знаешь, спокойно, серьезно говорил. Я в одну минуту просто не смогу быть батей. Ты сегодня пришел. Я пошел там, ты сидел в золканке, ты думал, в чем он батя? Это он сам себя успокаивал? Да, сыном. И мне, батя не поворачивает, ну, давай, моем я. Я рассказываю новую историю про то, что вот батя не приспособлен. Нет, на самом деле, то, что ты говоришь, это даже как бы... Я думал, ты скажешь, не смогу быть батей, потому что я просто ржал до слез, меня вывели. Не, я пытаюсь вспомнить, были ли у меня такие ситуации именно когда вот прорвало. Именно прорвало. Ну, возможно, я просто на скалолазы не ходил. Конгреты не срывало. Я, например, мы уже рассказывали на стриме пару таких историй. Еще когда я в другой квартире жил. Я к тому, что в детстве, вот не в детстве. Так мы про детство вроде не рассказывали. В тот раз. Или ты ближайшую вчерашнюю в тот момент рассказывал. Ты вот этого до конца выпьешь, если тебя тоже прорвет нормально, да? Я выпью. Меня просто сегодня уже строго прорвало. Второй раз не забирают. Хочешь, иногда просто взять что-то, не мило, рандомное, посмотреть, что попадется? Ты в этом попадется. Ну там-то... В смысле? Там, по-моему, опять же, по хорошим родителям. Можно именно на кассе сказать, дайте мне, конечно, чего с этим. Не спрашивать. Но это... Я только в возрасте, когда не хочу. Я хочу лутбокс. Я хочу лутбокс, потому что я уже все. Кстати, интересный вопрос. Вы ходили на человека-паука? Я не ходил. Ну это понятно. Да, меня, может, и не спрашивали. Я ни на человека-паука, ни на аквамена, ни на... На аквамена-то ты хотел сходить? Что-то я забил. Там что-то очень плохие отзывы. Снова в очередной... На очередной украинке. Но... Ты как сейв с камерой, только ты отзыв с камерой. Ты себе портишь впечатление отзывами. Да я просто уверен, что в камерой. Я тем более еще не читал ни одного комиксиса. Типа, если бы знаешь, я хотя бы один читал. Например, я иногда прочитал Тора. Один из комиксов. Я понял, что... Ну насколько Тор... Насколько Майл делает Тора круто в фильмах, то в комиксах еще, короче, делаешь. То есть... Ну там вообще бог-то. Да, да. То есть он вообще бог-то. Ну ты как бы и так бог-то. Да, да, да. Все убивает. Вот я поэтому, короче, не стал на аквамена. Слушай, ну аквамена это по классикам, с вами полезные герои, с этим аквамена. Ну это Рохл, что идея. Прочи айси. Монитировал нужен, айси. Айси. Я, между прочим, сейчас делаю эту, типа, фокусировку, и она не... ну, на Ютюбе не делается. Я могу фильтр романтика на вас накинуть. Слушай, а вот ты использовал как раз фильтры в Инстаграме, которые суперзум. Вот такой белый сайт. Использовал? Я даже не знаю о чем-то. Ну если ты иногда скорость и посмотришь у кого-нибудь... Ну? Там есть смешные такие приближения романтические. А, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну знаю, да. Нет, не использовал. Я просто неизвестно. Это встроение в Инстаграме? Да, да. Это как там, где масочки собачек, кроликов и все вот это. Потому что их-то я и использую. Нет, я тоже сегодня не знаю. Ну там, видимо, все, когда снимаешь, можно накладывать. После того ты снял или уже только когда снимаешь? И тогда, и тогда. Хотя нет. Перед тем, как надо, конечно, да. Перед продакшн? Перед... Препродакшн это должен. Конечно. Все комикс-герои про SJW. Это что значит? СJW. Видимо, про Social Justice Warriors. Ммм. Про всяких, да, хороших людей. Кстати, про Social Justice Warriors. Был, когда в Москве. Там всякие заводы. Хлеб-завод, завод-флакон. Типа арт-засранство. То есть арт-постранство. Вот. И там просто настолько всякие люди ходят странные. Потому что бабы просто в каком-то мешке на себе ходят. Или там... Вот у нас, допустим... Ладно, подворачиваются. А у них тоже подворачиваются. Ну просто в этих... Как их зовут? Когда у тебя ниже коленки чуть-чуть. Бриджи. Вот. Бриджи просто ходят. Зимные. Я настолько удивлялся. Ну какие странные люди ходят. Прям вообще просто. Мега-фритик там. Просто чувака снимать, которые за вами сидят. Ну... Ну... Нормально. Чё? Арт-засранство. Мне понравилась шутка. Я, правда, её уже слышал. Поэтому не смог истерически заржать второй раз. Да. Тебя. Ну да. Так и кто создатель-то такие шутки? Да. Просто я, когда на саню навожу, меня фокусируется сзади на чаеразвесочных фабриках. Поэтому сани тёмненькие становятся. Причём, наверное, знаешь, люди думают, что у нас тут цепь в року, потому что у нас здесь выглядит достаточно лухая, типа... Ну не лухая, это маленькие-то такие домишки, типа. Да-да-да. Сейчас выйдем куда-нибудь подальше. Точнее, как деревня выглядит. Ну причём, да. Причём 19-го века. У нас смахнутый древний наш. Это самое важное чувство. Конца 19-го, начало 20-х. Уже хоп, урок истории начать. Вот этот, короче, купец хреновский был. Вот здесь ещё письковский. Я, наверное, видел книгу по истории Nintendo. Я, наверное, не знал, что Nintendo с 1889-го условно началась. Так. И... Они делали, ну да, они практически лапшу делают. Но они не делали лапшу, но они делали все эти там... Ну, настолки, это понятно. Я уж не говорю про настолки. Вообще всякое дерьмо. И, короче, что хотел сказать. Всё. И там самая большая там книга. Вот с 1889 под 1989 условно. То есть до того момента, когда они начали нормально делать видео. Ну, про это на вики уже написано. Да, про это уже можно прочитать. Не, никуда проинтересно. Ну, чё, когда мы уже пойдём-то? Угу. Вы решите для начала, на ком мы едем? Да. Без разницы. Поехали на мне, потому что у меня тачка длина. Потом сами будут. Обратно сюда? Да, два. Ну, давай. Ну, смысл, тачки. Ну, давай. Ты же здесь уник. Я просто думал, я могу до своего дома доехать, там у меня забрал, да и всё. Так даже было бы просто. Сейчас доехал? Ну, да. Просто. Ну, всё равно туда поедет. А, в своем. Ну, да, и всё, я там закинул. Как хочешь, давай так. Давай так. Мне кажется, там даже проще будет, чтоб тебе потом не долбаться. Чтобы не долбиться ещё ни с кем. Поснимайте меня, пока я буду одеваться. А то я не смогу одеться. Погоди, я так не наделал. Плюс, как у меня романтичная. Ладно, не подсмотрю. Вот так вот сразу делать. Вот так вот. Знаешь, наоборот, сейчас Саня гениально снимает, берёт одной рукой и на самом деле... Для одной рукой. А он супер-кинооператор. Надеюсь. Ещё вот так вот, знаешь, просто потрагивается вот так от рука. Гениальный кинооператор. Ну, это пьяный гениально. Ну, то есть нормально. А мне, знаешь, кажется, Никит... Неплохо. Мне просто кажется, у гениальных кинооператоров даже у пьяных руки не трясутся. Мне кажется. Или даже если они трясутся... Мне кажется, что любой гениальный тебе кинооператор послал бы с таким девайсом, который ты сейчас держишь. Согласен. Просто вот так вот, Мамоис говорит, намного удобнее держать. Не понимаю, почему Саня так не держит? Что вот так вот держать, это как-то странно сильно. Я... Ты хочешь это выкидать? Я качаю, да. Отличник тебе, например. Там полный скверик, наверное. Уже у тебя есть существо? Зачем? Я батю? Батю отдай. Возможно, то он, конечно, и печатает. В общем, я уже просто входы всякие снимаю. Это я не дизайнил. Оу, е. Мог бы меня попросить, я планетку задизайнил. Я снимаю. Не могу. Не могу. Я не знаю, в количестве. Что я рыбу? Ушел, да? Нет. Я только сейчас заметил, что у тебя опять, ну, вишневый пуховик. Но. Она и всегда вишневая. Что я вишневый парень. Мне кажется, гениальные операторы юзают стабилизаторы и не пытаются натянуть сову на глобус. Не. Глаз на жопу сейчас. Нас подвинули просто, я обязан был их заснять, чтобы вы их потом нашли все. А за тебя. А я это и есть мой. Валь, Том подержи. Ну вот так, ну а я. Ты. 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 Скоро офисы веб дизайны будет. Вон там. Вон там. Надеюсь, вон тут все-таки, да? У меня кажется,gio вообще не пододвинешь, не поддвинешь. Бля, не цокали на чердаке. Да, на верху просто, и все даже проветривается. Угу. Когда я отрехал в машину, было ноль замерзания, а произведено было ноль. Вообще, 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 вообще. У меня сегодня миссия допить вот это дерьмо, любыми силами. И, и, небо садится. Потому что я похож на скалолазание потом. Да, я похож на скалолазание потом. Вот тут ещё у нас офис будет. Да, у нас тут немного, конечно, с одной стороны. Маленько вышли уже, мы просто из Европы, маленько. Не налево. Вот такие сугробы просто на пешеходных улицах. Ну как бы, почему бы и нет? Толщик почти развет, чтобы пить. Чай не даёт поводок. Чай юзи. Я держусь максимально, чтобы как бы не это... Смотри, просто какие-то... Значит, мы сейчас просто тупо до тебя ем, а ты до себя ищу. Да. Ты помнишь, где? Я помню, где-то. Где аноним, Санька? Да, придётся переехать. Банан там вдруг у меня караули. Твою мать, у меня шнурок развязался. Лох. Давай я подержусь. Давай всё, держи. Ну хотя бы да, можешь просто снять. Шнурок твой снять, я надеюсь? Ну, Никита, если честно, ты пропустил гениальный момент. Мы могли бы поднять много подписчиков. Если подбежал бы, начал бы своё трахать. Подняли бы. Ну ты иди, Сань, я думаю, что нет смысла тебе с нами идти. В принципе. Всё, минус один. Так и хотели. Чё у нас здесь? Сувениры, между прочим. На самом деле, вот это легендарное место, мимо которого мы идём, здесь всегда продавалась журнал «Геромания», которая, кстати говоря, в этом декабре выходит последняя. Последняя, да, да. Я видел обложку, какое-то говно. Ахвамэн, блядь. Нормально не могли сделать. Вот, поэтому да. Так, ну я на себя переключу, чтобы не дианонить твой автомобиль. Наконец-то этот лох ушёл. Смотрите, насколько у Никиты близко пододвинуты вообще сиденье. То есть он прям сидит в упор, у него в пузо упирается руль и да. Показал, как ножки надо отрыхать? Покажи, как ножки надо отрыхать. Как это делается? Всё. Потому что пацаны-то молодые ещё не знают. Молодые, борзые. Да, вы как приличным людям в машину садитесь, надо вот так ножки отрыхать. И панельку ещё доставать из бардачка. Просто суетом, что... Суетом, что... Суетом, что... Вот так уже... Уже двигаться. Причём, достаточно не размякло. Машина, можно ехать. По Челябинску время уже десять. У нас в среднем два часа ещё осталось. Ну, я думаю, успеем. Конечно, успеем. Но если Саня не будет сейчас долго думать над Хемингуэем, то да. Кстати, чуваки, вот кто-то там один есть в чате, допустим. Напишите, какую бы вы книгу хотели бы себе вот в подарок на Новый год. Только с условием, что вы бы её прочитали за этот год как минимум. Да. Не в смысле там, опять же, монеты СССР. Да. А какую-то, которую вы реально будете читать. Смотрите, что у нас на дорогах вообще. Просто вот это вот. Вот это. Каша. Это прокуратура, кстати. Где-то. Вот это. Вот это прокуратура. Её, наверное, нельзя снимать? У нас проблемы будут теперь после этого. Как забанить стрип? Мне кажется... Как сесть на бутылку? Мне кажется, нам уже ничего не поможет. Нам уже ничего не поможет спасти этот стрим. Суть в том, я почти ещё что сделаю. Суть в том, что я еду, какие-то три машины проедет ещё фура, но почему-то они не могут проедать. Что не так с людьми, когда снег выпадает? Я не понимаю. Они как будто, я не знаю, что-то с ними не то. Как будто они на летний все всё ещё. Возможно, возможно. Можно было бы здесь направо, но мало ли, там вообще проезд закрыт. Да, по Васенко, по идее, нельзя насквозь проезжать. Я поэтому не знаю. Только если ты там работаешь. А поскольку там ФСБ, вряд ли мы там работаем. Хотелось бы, конечно же, даже. Ну да. Я напоминаю, мне на улице просто чувак говорил, что он работает компьютерщиком ФСБ и приглашал меня туда работать, что там круто. С учётом того, что он выглядел, как будто он просто какой-то фрик странный. Скорее всего, он не врёт. Так, ща я пристегнусь, чтобы нас не забанили. На полторы тысячи. Тоже можно. Ну, собственно, мы сегодня с рикроковских денег. С рикроковных. Можем и не пристёгиваться? Ну, я согласен, да. Рикрос. Чисто с рикроковских денег. С бобросовских ещё денег. С бобросовских. Да, я вот заплачу штрафы. Мне, кстати, интересно, если не пристёгнутый чувак едет в машине, то, скорее всего, штраф идёт на машину. То есть этот штраф бы пришёл, пришёл бы мне скорее, чем тебе. Ну, подожди, ты хочешь сказать, что по камерам прямо этот? Не, я не по камерам, в смысле. Вообще штрафы по камерам за ремень тридцать. Ну, да, я знаю. Только если у нас челик остановит. А челик остановит, он уже напишет на меня. Ну, понятно. Ну, ты же понимаешь, что этот вопрос решается, так сказать, ну. Это как карточный долг, долг чести, грубо говоря. Тройше полторы тысячи отдать компьютеру, чем этому чуваку три тысячи, наверное, или сто тысяч. Не, ну понятно, что... Нет, я не имею в виду взятку. Я имею в виду, между мной и тобой это решается. А, да, это понятно. Так я компьютер. Как водитель ты должен проследить, пишет Банан. Он не напоминает право-люб, право-люб, поэтому он всегда точно отвечает. То есть ты думаешь, что он не врёт, да? Ну, типа, да, я должен, наверное, проследить за всеми. Ну, собственно, до Саньки сейчас тупо по прямой охреначить, и потом один раз налево повернуть, и всё. Не направо, блять. Просто прямо надо было ехать. Прямо ехать? Да, да. Можно из этого ряда, но прямо? Да всё можно. Тут нету знаков. Сегодня рекросс там платит. Да, да. Я всё, сейчас поеду по накраске. Кстати, посмотрите, какое чистое небо сегодня в Челябинске. Только дворец спорта дымит. На самом деле, если честно... Просто там дом, но не потушили сегодня ночью. Мне интересно, вообще, чуваки заглушат свои химические трубы на Новый год вообще. На Новый год, в смысле, на полночь? Химические, да, а металлургические? Нет, металлургические нельзя тушить. Почему? Потому что там, чтобы их разжечь, надо будет потом 10 тысяч дров. Короче, чтобы разжечь, надо намного больше топлива, чем чтобы поддерживать. Поэтому именно металлургические домные их не тушат вообще. Поэтому там в три смены завода. Ты посмотри, там всё нормально у нас, кстати. Всё чистое небо! Это парит просто там кто-то. Паю где хочу, вообще, до свидос. Банан спрашивает, кому книгу? Советую медитатиниос де прима философия. Так, это чё? Это чё? Медитация Декарта, короче. Я напоминаю, вот это ещё чистое небо. Что там надо медитировать, как Декарт? Ну да. Как Декарт из Диабло. Не понимаю, как Декарт. Правильно? Погоди, а мы направо-то где? Мы прямо здесь идём, вообще не надо направо. Мы тупо едем прямо, да. Вообще не надо быть направо. Саня слева живёт, вон там. Но мы сначала проедем 4-5 кварталов прямо, потом рядом с его рынком повернём налево, куда он ходит всё время, и упрёмся в него. На Островского, короче, налево, если тебе поможет. Не помогло, но... Но пока едем прямо, я предупрежу. А, да, он слева, я вспомню, что он слева, да. Вот здесь поставили светофорсы, например. Как тебе? Я знаю, я видал уже. Иногда здесь едешь, допустим, если вечером, то ты стоишь на красных... Тут ещё 60 ограничений по бреду. Так-то в городе сотку можно гнать, а вот тут почему-то 60. Да, в городе, да. Ну, так бы, сотка-то мини... Можно гнать. Там церковь, чуваки, не успела, да, сфокусироваться, но всё, не будет скреп у нас в этом подкасте. Это подкаст, кстати, в стриме. Всем привет, дамы и господа! Кстати, подкаст мы уже записали, я его уже смонтировал. Надо придумать обложку. Сегодня придумаем обложку, придумаем слоганы, выложим для патронов. Хотя, объективно, завтра. В прошлый раз, знаешь, мы на бум сделали наши морды и ёлочку посреди. Между нас. Ну, типа новогодний. Я в этот раз не знаю, новогодний, надо ли нам так акцентировать внимание? На том, что ещё год прошёл, и мы на год, там джип просто этот, проехал именно джип, как монстр-трак на супер-широком говне. Пока прямо едем. Да я понимаю, да. Но уже... На большом, да, перекрасывая? Нет, на большом ещё прямо, а потом налево. Да, я понял, идём на маленькой письке. На маленькой письке, где супер-сервисный центр всякий. Перед мостом, да? Не-не-не, ещё раньше, чем перед мостом. Там в середине, короче, будет. А-а-а, нехрен-то какой-то слишком по х**ям, ты знаешь. Тропки. Там тропка... Саня, на самом деле, Аргорн, Челябинский. Вы знаете, Аргорн же он знал тропки. Где там прайки, где взять там траву, чтобы спасти прода. Если вы понимаете, о чём я. Вот. Ну и Саня тоже знает, где траву взять. Как бы просто... Я тот ещё краевед, да. Тут это Челябинское училище, вам говорите, художественное. Здесь как бы все учатся рисулькать. Все дизайнеры вот отсюда выходят. Кстати, все училища, где рисулькают, выглядят так, на самом деле. Я не знаю, почему именно сталинские какие-то такие хреновец старые. Ну. С высокими потолками. Может быть, не сталинские, но с высокими потолками, старые. Ещё не обделаны, не отделаны. Кстати, блин, мы могли бы дальше проехать, там смешно. Там, короче, вот около моста, куда мы не доедем, там есть два здания. И одно как будто Путин проезжал, а второе как будто не проезжал. Одно абсолютно... А они два одинаковых. Видимо, по одному плану делали. Ну, одно абсолютно отделанное, супер новое, а второе супер старое, облупившееся. Они рядом стоят. Не, ну, мы можем туда, но там тебе развернуться придётся. Я-то тебе сейчас продумал, чтобы минимум разворотов. Ну, точнее, ноль. А, ну да. Если ты на Комсу поедешь, то надо будет развернуться на Краснознамёны. Давай, 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 давай. Ну, давай, покажем, где здание. Ты хочешь сказать, Саня, всё равно не обходными тропами. Едет просто по главной, стопается на каждом светофоре и всё, да? У меня ленина, я не сдался с пробкой десятибалльной. Как в Москве тут на свидос, на метро надо ехать, а метро нет. Вот, да. Трамвай ползёт, именно ползёт. По мужикам. Мне кажется, трамвай где-то уже, мне кажется, в каких-нибудь городах уже давно трамвай нет. Да, но у нас трамвай, чтоб ты понимал, даже двенадцать ездит, и на них можно перемещаться, и это круть. Мне кажется, в какой-нибудь Братиславе нет трамвая. Банан, есть в Братиславе трамвай или нет? Так, спрашивает Данила нас, куда мы едем? Разыгрывайте книги, а не магнитики и пледы. Ха-ха. Ну, если ты ещё и книги нам напечатаешь, то разыграем, почему бы и нет? Едем выбирать друг другу новогодние подарки. Ми-ми-ми, ня-ня-ня. На то и ми-ми-ми, на то и ня-ня-ня. У нас вот здесь, между прочим, от парковок уже кого-то судим по... Да, да, кто-то походу встал под знак. Есть, пишет Банан. Есть и чё, классные. Просто в каких-то городах прям олдскульные трамвайчики, типа Йобурга. Ты что, очень много пишет Банан? Да, в Йобурге очень олдскульные. Я вот сюда на карате ходил лет 15 назад, вот в этот двор, там тоже школа есть одна, около вон той общаги. Вот, по идее, на вот этом светофоре надо было бы налево, если бы удобно. Я говорю, троп не знаешь, но мы сейчас дальше посмотрим на два здания. Одно путинское, а второе новалинское. Вот смотри. Улица Островского, люблю её. Вот, видишь, короче, вот это здание такое, и следующее здание такое же абсолютно. Ну, ну да. Сейчас. Или дальше два. Ну, такое же, но вот это вот со старой штукатуркой, вот это снова. Не-не, ещё дальше, вон, ещё такое же, короче. Ага. И оно вообще досвидосное. Да-да, вот обратите внимание, всё чётенько. Это же балкончик там в центре сделал. И вот тут, опа. Тут хорошо вообще, я не знаю. Ну, слушай, их по очереди, походу, делают. До него не добрались. Да-да. До него не добрался. Путин просто до сюда тогда ехал. Опять же. И во двор свернул. Он тоже тропки знает просто, поэтому. Ну, он к Саню там поехал, нормально, не разворачивать что-то. Там впереди нормально. По воздуху. Там как раз ЧМЗ. Там, да. Заводы наши металлургические все там. Ну, не все причем. Вон там один есть, вон там тоже, видите, да, нормально? Дует. Ну, такой чисто русснянский город, я не знаю. Если вы не видели русснянский город, для вас это, по-русски, экзотика на самом деле. Потому что чисто дефолтный такой. Вообще у нас весь город в трамвайных путях, это основной вид транспорта. Банан пишет. А, нихрена себе. А у вас есть метро? Метро у вас есть или нет? Уже переводить? По-русски. 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 Дэм метро. Кстати, Колбин с Надеждой Алексеевной в этих домах живут. В одном из этих желто-розовых. С Дианой. С Колбином с Надеждой Алексеевной. Ну, просто видишь, никто же не знает, кто это, поэтому да. Я просто их там встретил, они именно из подъезда выходили. А я за булочками шел в Санину кондитерскую там. Вдруг они из гостей выходят? Ну, слушай. Насколько это реально вообще? Ну, вообще, в общем-то, более чем реально. Но это было утро в субботу, поэтому если они из гостей выходят, они вписывались. Они помянутыми в подписках? Нет, нету и не будет, пишет Банан. Про метро. Это потому что... Почему интересно? Я не знаю даже почему. Половина зарядки осталась, чуваки. Представляешь, что ты самое значение тупое, что ты сейчас с батей потом не связываешься? Ну, я не буду до самого... В пол не буду класть зарядку. Ну, ты смотри, зарядка она такая, она любит сама в пол положиться. Ну, согласен с тобой, да. Но все для подписчиков. Все для пяти людей, которые сейчас смотрят нас. Возможно, ты можешь с моего потом батя просто написать, чтобы быть ляки позвонить. Ты, кстати, знаешь вот наизусть родительский телефон? Я да. Я тоже знаю. Уже ведь я и твой знаю. Оп, сразу. Опа! Но у меня легкий. Я вот твой не знаю. Хотя ты скажешь, что у тебя тоже легкий. Ни хрена у меня не легкий. Просто он для меня легкий, потому что я его знаю. Но да. Город не такой большой, всем норм на трамваях. На светофоре разворачиваюсь. Я понял. Тут по идее вот здесь есть разрыв, но он только в одну сторону, поэтому не ведись. С нашей стороны его нет. Там с нашей двойняк. Банан, если бы был ментяр у нас в Челябинске, он бы меня сразу тут стопанул. Конечно. Он бы тебя плюс бутылку сделал. Строить метро очень дорого для нас. Смысла нет. Это только для вас, кстати. Для нас вот не дорого строить. Ну да. Что ты хотел сказать? Еще. Смотри, бананы, тут твои. Тут, кстати говоря, мы мимо большого секонда проезжаем, между прочим. Здесь у нас есть большой секонд. Может, уже его и нет. Не-не-не, но он есть еще. Он никуда не денется никогда, мне кажется. Потому что все. Давай вот этого сбивай нормально. Что-то стоит сильно. Борзо. Борзо стоит. Имплантация Team Plate. Нормальная реклама у них прям на весь стрим. Тут направо, да. Тропки знаю. Не, ну вот про ту я бы не догадался. Про эту я и так понимал. Но вот про ту я бы вообще как-то... Ну там удобно. Там вообще нет светофоров на Островского. Там Белдиш вообще. Да-да-да. Мы вот там вот выехали и вообще был Белдиш. Подвезите кого-нибудь. Пишет Данила. Хеллоу, Бен. Это Данила. Ты хочешь что ли поехать? Бен, I need help. И по дудю интервью возьмите. Не. Тэкси хочешь что ли? Где Саня на тачке? Ну ты, я напоминаю, он на Ленина в пробке десятибалльной, поэтому как бы... Я как бы вот здесь пешестану. Просто чтобы не... Его щас загонят просто и все, скринь. Давай я щас скажу, что пишу ему. Давай. И если его загонят, это будет стоить. Это будет сакс полный. Сакс. А где, почему по Лаврадио какие-то интервью? А вот все. Нет, это у них утреннее шоу. Как будто сегодня будний день. Ну давайте я. Ну давайте я. Ну давайте я. Вот это плюс. Да нет. Ну что ты? Мы у тебя. Мы у тебя. Так куда? Вы вроде не ответили. В книжной, мать твою. Покупать книги друг другу на Новый Год. Эй, манэй, лё-лё-лё-лё-лё-лё. Мы этого спросили, что дарить собственно. Потому что нам интересно. У нас в этом году книжные подарки друг другу для того, чтобы... Обычно было просто. В стиме даришь. Да. В стиме списка желаемого. Выбираешь самое дешёвое говно за 100 рублей и дальше. Да-да-да. То есть не очень выгодно было перед Новым Годом добавлять в список желаемого какой-нибудь инди параш. Или старое говно. Да. Да. Было бы выгодно добавлять ААА только что высадочные проекты. Ну или хотя бы очищать список желаний перед НГ. Как очищать день рождения в ВК перед днём рождения, чтобы узнать, кто тебя поздравит на самом деле. Да-да-да. Вот тут то же самое. Вот короче. На самом деле у Сани райончик такой, достаточно тоже солдскульный. Ты имеешь в виду сейчас у нас вытащат нас вместе с айфоном? Мне кажется, да. Выглядит так, как будто вытащатся вместе с айфоном. Ну тут... Уже Тягиевич, это всё равно всё новострой. Это всё после шестидесятых появилось. Ты считаешь? Ну... Да. После шестидесятых. Ну если после шестидесятых... Вот там, где Путин ездил, там да, там старьё. Я уже себя-то за новострой не считаю, а ты вот это считаешь за новострой. Ну слушай, ты понимаешь, я-то мыслю другими категориями. Ты тысячелетиями мыслишь. Вот да. Человечество всего две тысячи лет живёт. Веками, потому что да. Человечество... В смысле, человечество какое? Государственности человеческой уже семь тысяч лет. То есть сейчас по банану хочешь разгонять? Ну потому что да, да, да. Месопотамия, Древний Египет. Ну давай, Месопотамия. Семь тысяч лет назад. Семь тысяч лет. Давай не тянем мне три тысячи. Три тысячи лет назад уже Цезарь был, понимаешь? Так Цезарь, я напоминаю, это всего лишь обычное название царя... Но это его назвали в честь главного, Гая Юлия Цезаря всё-таки. Это подло, я вообще времени не ориентируюсь. Могу в октябре вспомнить, что летом у знакомого было Дере. Это банан пишется. Но тысячелетиями стопудово ориентируется. Чё, Саня не отвечает? Ну чё ты, мы у тебя я написал. Ты гной его. Вот он, я аноним. Никто не успел на чё посмотреть. Он чё-то ручками там махал. Ну видимо, чтобы это, подписчикам он помахал. Это название салата. Вы вместе сядете на задницу? Или только он сядет? Ну а как я буду снимать, вы говорите? Как я буду снимать чё впереди? Ну согласен, на задницу там. Вот и жопу чувака не взяли. Хорошо. Black to white, то есть реально сегодня рабочий день. Опять же, в Брадиславе, какая главная вообще, самая марка популярная машина? Шкода, наверное. Там же у них всё в Чехии проросло. Или Фольксваген. Интересно. Всё Германии проросло? Германии. Ну как так, как ты меня обогнал? Братан, ну я причём уже очень, мы уже стоим и тут действуем. Да ладно. Ну подписчики, свидетели, мы тут давно трёмся уже. Ну нормально. И это при том, что я поехал, человек не сам, ему близко. Да, это я ещё другую тропку ему предлагал, короче, но он выбрал. Я думаю, что вы что-нибудь там раньше, во-первых, сели, а во-вторых, я там ещё разводатился миллиард раз, потому что там, например, проедешься. Ну да. Ну а где ты ехал с ним? А где ты ехал? А где ты ехал? Турбатику, ну я отвечаю. Вроде Шкода, вообще, хз, кия, норм, так, минус стрим факт, всё, плюс стрим. Там просто чё-то, вот, вот мы га, вот эти дома все проезжали, там не ловят, там походу глушилки ФСБшные. Там спецоперации какие-то проходят. Да, мы засняли, да, всё, нахрен. Вот тётенька идёт. Тётенька вообще не парится, я бы её не пропускал, потому что она, нахрен, пускай учится. Не знаю, чуваки, напишите плюс, если Саню сзади слышно. Я тогда отодвину подальше телефон просто и всё. Я думаю, всех слышно. Отлично. Потому что мы же внутри одного помещения находимся. Небольшо. Здесь Никита по зигзагообразному перекрёстку прямо ешь. А прямо? Нахера, нахера ешь. Почему? По островскому быстрее всего. Ну давай, ты сейчас говна там пожрёшь или едешь? Нет, там сейчас именно снег заполнил все ямки и будем ехать как по просто дороге. Саня, давай. Если F5. Так, ты ж одну ямку не заполнил, ну ладно. Мы сейчас твою ямку заполнили. Просто потому что реагентами посыпали, пидарас. Там снег заполнил, да нету, там реагентами прикушали и швед. Там реагентами прикушали и швед. Я думал, тут-то уж не будут сыпать, блядь. Или тут просто уже колёсами разнесли до сюда. Просто всё раздристано, Сань. Изначально дорога раздристано. А причём если раздристано, сука. Если бы здесь просто снегом было занесено, был бы нормальный накат и всё. Мы прямо, да? Мы прямо полностью сейчас едем. Мы же здесь с Тёмой. Да, да, да. Только дальше чуть-чуть. Ну там, в Паничке. Да, да, да. В Пятёрке, если мне память не изменяет. Не помню, какая она там по номеру. Тут столовая, вон, 150 метров на речной один. Завтраки с 8 утра. Надо было туда идти вместо мака. Вот тут, чуваки, посёлок, в котором я вырос и жил до 12 лет. Прямо? Ну да, конечно, прямо. Повторюсь, всё ещё. Вон больничка. Нет, тут можно. Вот здесь прямо, это Островская. Тропчик. Здесь дерьмой ездить? Ну давай, давай. В смысле дерьмой? Здесь поликлиника. Это ничего не меняет. Ну тут я больше просто скрываюсь тут обычно, поэтому это да. Согласен, неплохо. Чуваки, если у вас теряется связь, мы просто по посёлку едем. Все претензии к Билайн, к пидарасам этим пчелинам. Билайн равен всем. Желто-чёрным. На самом деле там газ, поэтому иначе они там греют. Ну да, тут направо. Просто, видимо, от газа теплее. Тут стоп. Хотя, может быть, и налево. Давай по Победе, может, поедем. Комсай этот сведос говно. Как хочешь. Здесь просто, возможно, лево сплошняк двойной, но похрен. Там не видно. Ха! Вот это так работает. Не видно? Едем. Да, если не видно двойного сплошняка, значит, можно пересекать. И вот тут направо на Победе. Вон сюда просто на обувную фабрику. Ну что, сегодня выпили этот пуншечки? А вот уже сегодня выпил. Я тоже выпил. У меня на донышке. А, ну ладно. Победа. Еще один трамвай. И поселок. Практический центр в Челябинске. Чуваки, вспомнили, какой шим у светофора, как он мерцает. Да, кстати. Что шим? Широтный импульс на модуляция. Что ты тупничаешь? Да нет, это просто у нас в подкасте. Это ты тупничаешь. Подкастная тема, поэтому ладно. Да, мы в подкасте. Не знаю, чтобы он очень умный, но он с подкаста берет слова. Он взял оттуда, я понял. Цикка-цикка-цикка-цикка-цик. Обожаю вот эти кирпичи на встречке. Я просто Чайковского обожаю. Именно самого этого. Самого писателя уже, знаешь, бредит. Самого поэта, что ли? Ага, лучше говорить автора. Ай, хорошо. Батин проект по тебе. Да, да, да. Промстрой проект. Я вот тут работал, я уже скоро за батю буду говорить. Работал тут восьмидесятых. Значит, восьмидесятых. Чего, в офисы сдают? Тысяч пять просто за пятнадцать квадрат. Знаете, именно телефон перегревается и троттлинг включается, чтобы, ну, как-то да. Но только он и не горячий. А ты, может, так думаешь? Ну, нет, я же щупаю. Он реально не горячий. Но почему-то он так тупит, как будто телефон перегревается. Ну, я верю, что уже во всем горы не ловит. Ну, я не хочу просто стримчанский терять. Понятно, что можно переподрубить и, наверное, будет стабильнее. Но, да. Да. Терять пять людей, ты имеешь в виду? Ну, уже шесть. А, ну тогда да. И было десять, пока он не начал тупить. Так, у нас Голобыч, он на этом же. На этом же. Ну, в смысле, надо ищу до хрена прямо. На этом смысле, на победе. На победе направо на молдавскую, да. Жив, жив, жив. Жив. Вот чувак на ауди, нормально. Номер занес себе сам. Да, и можете через две сплошные игры. Я думаю, что он даже не вникал, что он на него занесел, скорее всего. Я думаю, он специально вникал, чтобы его не чистить. Не, вот, кстати, чуваки, у меня недавно была такая хрень, что у меня номер передний. Так. У него именно три циферки. Угу. Я могу рассказать Басти, в который вы не поверите. Именно три циферки номера переднего были занесены вот так снежком, как будто я залепил сам, чтобы камеры не видели. Именно буковки оставили. 307. А, ну да. В смысле, этот фон. Ну, в смысле, у меня же там будут вибрации. Ничего не знаю. Снова сбросил? Алло. Да, Алина. Привет. Я же делаю, это, стрим у нас с моего телефона. Я же тебе вчера еще предупредил об этом. Ну. Ну. Ну, он закончится через 20 минут. Так что... Ну, так получилось. Извини. Это не опасно вообще. Просто что-то я не понимаю, где... Ну ладно. На время. Он сразу будет. Чего-то толкнуть ему или что? Да. Он сейчас видимо может из заехать. Он толкать его, да. Видимо. Кстати, мне интересно, короче. Вот я же говорю. По мужикам, это значит, что из снега нам на второй передаче приезжать. Мау. Ну, как делают чуваки на автоматах? Да никак, Никит. Выбираешь какую-нибудь там D2, D3 и надеваешь. А, да. Ну, там есть специальные именно, да, для хреновой просевочной дороги, так сказать. Вообще, Никит, факт, облеска сработает. Если у тебя будет одно колесо больше другого крутиться, а одно будет стопориться, а другое наоборот спокойно ехать. Ты как бы все равно двумя потом начнешь выруливать. Ну, а если ты завис, то как бы... Так, нам здесь направо, правильно? Ух! Ух! Смешно, это ухо, нет? У тебя ухо не смешно всегда. Боже, это ухо. Там какой-то кама леди. А, нет, да. Заплю... Вот это точно Universal забанит. Да. Ага. 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 Это рекалер на Баддер. Очень хороший пик. Прикаев. Кто изначально первый жених? Там чуваки какие-то, мужики. Там типа Ауткаст, вот эти старые группы из 90-х. У меня Ауткаст, конечно, Ауткаст. Всё-таки... Нет, Ауткаст это ниггеры. Они хорошие чуваки. Так а там нет разве? А там именно такие, знаешь, полу-латинос вылизанные? Как Ленкен Парк, ты имеешь в виду? Ну, как Майк Шинод из Ленкен Парка скорее. Понимаешь, так? Он китайцы сегодня нет. Я не знаю кто он. Но он именно вот здесь небо-боевая. Вы знаете, вот здесь оставляю, вот это. Она, наверное, как-то называется, какая-нибудь «Испаньёлка» там. Да, да, кстати, у нас-то есть «Испаньёлка». Ну давайте, пацаны, «Испаньёлка» чеха. Может тут стать всё. Я чё-корочок, что ли? Мы сейчас в жирной мразе подъедем максимально близко, не встанем там нигде и вернёмся обратно. Вот тут тут можешь стать тогда и спать. Нет, максимально близко. Ну и Никита, ну и Никита. Просто камалени, как камалени. Может из другого входа ещё подъехать? Да. Я чё-боковой снял. Если чё, ты догадёшься? Обычно сейчас там машинка проедет, машинка про дырочки. Дырочки хотя бы будут закрыть. Ромка дырочки. Уже просто вот так в закат влюшать? Только в рассвет. Да. Тут дырочки-то внутри закрыты походят. Чё, я говорю, видишь, уже на своих дырочках ждут господа, стоять, сидят. Вон там, на самом деле, была. Можно было втюхиваться. Человек на инфинити встал на лоричке. Ну так он сломался, естественно. Здесь не я один такой хочу по жирным мразинам припарковаться. Кам и дэнс, возьми тогда. Ну ладно, я напоминаю. Сейчас нигде не попадём, там встань. Данила пишет, что он тут был в 2016. Прямо именно вот здесь. Мне кажется, он путается с каким-нибудь местом. Пукает. У меня что-то с любым этим-то, с любым руслянским городом он путается. Вы сюда встанем? Куда? Куда? Там. Да нет, конечно, ты чё, там очень узко. У меня я всегда встаю, что он проигрывает. Знаешь, я очень. Он скажет, знаешь? I learned dance. Там точно забавил. Там точно забавил. Так как? Тут же было место. Здесь Никит, ты уже проехал эти игры. Никит как горячие пирожки разбирает. А ты дырочку не сможешь себе забрать горячую. Ну ладно. Другой девчонки. Вот сюда просто встанем. Не смотри. Ну да, он встать. Он сидел с какого-то места. Там он парковка. Справа это парковка. Да я тоже думаю, что здесь место, да хрена. Чего у меня вроде рожки-то? Да встанешь вот здесь, да и всё. Вот тут побудяки тебе? Ну, я именно уже перед ним. Перед пятнашкой. Ну, все нас они уже нарушают. Там уже нет места. А, да? Ну ладно. О, хорошее место. Не жирненькое, конечно, хорошее. Не жирненькое, да? Придется похудеть чуть-чуть. Не, придется сбросить прощение. Я помню, что рады что-ли бы идут. На самом деле можно уже попрощаться с чуваками, да и… Ну да, но мы сейчас как-то это на улице сделаем. Ни хрена. Ну вот, пока тогда выходите. Ну а чё? Ну неплохо. Они всегда хотели именно вот этих стримов, которые мы живем и едем. У нас такие просто были уже. Я помню, я помню, у нас были елдовые стримы. Елдовые у нас были еще. Елдовые вот сейчас были. Я не даю ещё пропустил. Да. Ну всё, встаём. Давай. Говорим всем с Новым Годом. С наступающим Новым Годом. Так, чуваки… Слышно? Нет? С наступающим Новым Годом. Чуваки, с 2019, ну как бы, вы знаете, всё. Почти. Почти. Надеюсь, меня тут не заблокируют, как бы, на машинах. Вот. Чё? Хочется пожелать что? Во-первых, вот такую бороду не иметь. Нет. Вот такую… Вот такую чёлку не иметь. Такие усики не иметь. И такую шапку. Удел. Всё? Всё. Да, давайте. Увидимся уже в следующем году. Подкаст выйдет где-то сегодня-завтра-послезавтра. Ну, короче, до Нового Года. Поэтому… Да. Всё. Всем пока. Никит, почему у тебя какая-то еда? Понял… В стране… В нашей стране, в нашей стране,